Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по циклу «Церковные учения о мытарствах». И тема сегодняшней беседы – смерть. В прошлый раз мы говорили о ценности земной жизни, потому что только в этой земной временной жизни мы можем примириться с Богом. Сейчас мы будем говорить о смерти. Смерть для верующего человека – это последняя эпитимия, которую надо со смирением принять из рук Божьих. Почему мы называем смерть эпитимии? Потому что смерть есть наказание за грех. Но наказание, которое, если не исправляет человека, то как минимум полагает предел его греховности. Ибо после смерти человек не может грешить. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 1 глава, 21 стих, писал «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Эти мужественные слова произносил апостол Языков, имея в виду то, что кто живет Христом, для того смерть является приобретением в том смысле, что она является долгожданной встречей с Богом. «И там, где атеисты-безбожники ведут мрак и небытие, мы видим свет и Христа, и с пасхальной радостью провозглашаем – смерти нет». Во второй книге Маковеев родная мать уговаривала семерых своих сыновей быть мужественными в мучении и принять мученическую смерть с достоинством. «Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им, «Я не знаю, как вы появились в очреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антиох же, это языческий правитель, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себя, убеждал самого младшего, который еще оставался не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына, наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокости мучителя, она так говорила на отечественном языке. «Сын, жалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя в очреве, три года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал, «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея». Это 2 Маковейская, 7 глава, с 21 по 30 стих. Здесь мы видим пример правильного отношения и к жизни, и к смерти. Смерть не является концом, она является началом. Человек действительно рождается для смерти, сколько бы ни было времени его жизни, он движется к смерти, но умирает он для жизни. Таинство жизни – это священный дар Бога, и мы научаемся через такие примеры, образы, как подвиг маковейских братьев, правильному отношению к жизни, научаемся, когда ее надо оберегать, а когда с готовностью от нее отказываться, если она предлагается нам путем предательства принципов нашей веры. научаемся мы здесь и правильному отношению к смерти, которая дана нам для вхождения в вечную жизнь. И естественно, что тот, кто создал нас из небытия в бытие, силен воссоздать нас, вернуть в еще более совершенное бытие, о чем мы будем говорить позже. Когда человек не может понять тайну собственного рождения, он должен вспомнить, что когда-то его не было в этом мире, и Бог из небытия сотворил нас, тем более ему значительно легче, если так можно говорить, воссоздать нас, которые уже существовали на земле до момента своей смерти. Сейчас даже ученые люди могут колонировать то или иное животное. Почему мы тогда отказываем Богу в том, в чем не отказываем себе? Как известно, убьет грешника зло. Это Псалом 33, 22 стих. Церковно-славянский же перевод дает более эмоциональную трактовку. Смерть грешника люта. В Евангелии от Луки содержится притча о неразумном богаче, который рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, «Безумный в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Евангелие от Луки, 12 глава, 17 по 20 стих. Там, где у нас в синодальном переводе говорится «душу твою возьмут», слово «возьмут» не передает трагизм смерти грешника, который сросся своей душою, собственной плотяностью своего тела. Славянский перевод в данном случае более выразительный. «Душу твою истяжут», истяжут, то есть выдернут с болью по-живому, как по-живому отдирают от тела руки или ноги. И, напротив, если человек, он подготовился к встрече с Богом, его смерть является благостным успением и в прямом смысле не называется смертью. Как такое может произойти с душою грешника, что она, будучи нетелесной, настолько срослась с телом, что процесс разделения будет похож на раздирание. Вот очень интересно об этом пишет преподобный Иустин Попович, это его эсхатология, и здесь он сообщает, «добровольно соединенные с грехами и пропитанные ими в земной жизни грешные души не могут механически освободиться от них с исходом из тела или вхождением в загробный мир. Грешная душа не освобождается насильно от возлюбленных ею грехов, превращенных ею за время жизни в теле в нечто вроде составной части своего существа». Дословный перевод с древнегреческого фразы «Душу твою возьмут» приобретает еще более решительный оттенок «Душу твою требую назад». Когда Бог творил человека, Он создал его из праха земного, вдунул в лице его, в ноздри его дыхания жизни, и Он вправе забрать это дыхание назад. «Душу твою требую назад». Здесь Бог не просто истяжает душу, Он как бы отнимает ее, вырывает, как отбирают свою собственность у того, кто, получив ее во временное пользование, нанес ей непоправимый грех, вред, непоправимый вред. Сказано, «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Первое послание к Коринфянам, третья глава, шестнадцатого по семнадцатый стих. По праву Творца Бог обладает нашими душами и нашими телами». Вот как ужасы смертного часа описываются в мытарствах Феодоры, ученицы великого угодника Божия Василия Нового. Есть разные отношения к этому тексту, но он, как общеизвестный, станет для нас текстом, отталкиваясь от которого, мы будем дальше тоже рассуждать уже и о мытарствах. И вот Феодора сообщает, «Когда настал час моей смерти, я увидела лица, которых никогда не видела, услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела никакого понятия, встретили меня по причине моих дел. Как рассказать телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умершие? Как бы кто обнаженный, упав в великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел, так и разрушается человек смертной болезнью, в горький час разлучения души с телом. Когда я приближался к концу моей жизни и наступило время моего представления, то увидело множество эфиопов, обступивших мой одр. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли, видение так люто, как сама гиена огненная. Они начали возмущаться и шуметь, одни ревели, как звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ерились, грозили, устремляясь на меня, скрижища зубами, и тот час же хотели пожрать меня. Между тем готовили хартия и развивали свитки, на которых были написаны все мои злые дела, как бы ожидая какого судьи, долженствующего прийти. Убогая моя душа была объята великим страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но и грозный вид и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другой, лютейшей смертью. Я отвращала мои очи во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц и не слышать их голоса, но не могла избавиться от них. Они всюду шатались, помогающего мне не было. Когда я окончательно изнемогла, то увидела двух светоносных ангелов Божьих в образе юношей невыразимой красоты идущих ко мне. В 48-м псалме описывается момент смерти, сходный с описанием Феодоры. 48-й псалм, 6-й стих. «Во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня». «Во дни бедствия, в день смерти и после смерти наши грехи окружают нас в виде бесов и демонов». Душа выйдет из тела и окажется в окружении бесов. Каждый грех имеет своего в кавычках ангела-хранителя, беса. который стремится законсервировать грех тот или иной нераскаянным образом в нашей душе. В 39-м псалме 13-й стих псалмопевец восклицает «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, как Феодора не могла смотреть на этих бесов, каждый из которых представлял какой-то ее грех». Так и Давид. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Сердце остановилось, и человек видит воочию свои грехи, зрелище более чем ужасное. Мы знаем из церковного предания, что Пресвятая Дева Мария, Богоматерь, извещенная Архангелом Гавриилом о приближающемся своем представлении принесла слезные молитвы Господу об исповлении ее души от лукавых духов поднебесных. «При ми ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтобы не встретила меня какое-либо устремление сатаны». Так молилась даже Пречистая Дева Мария. Сын Божий в ответ на моление Пресвятой Девы Марии, которая не хотела в момент своей смерти видеть бесов и демонов, сам пришел за ее блаженной душою и забрал ее в объятия божественной любви. Сама смерть описывается в сказании о Феодоре следующим образом, кстати, анатомически очень верным образом. «Наконец пришла и сама смерть, рыкающая как лев и очень страшная по виду, она похожа была на человека, но только не имела никакого тела и была составлена из одних голых человеческих костей. При ней находились различные орудия для мучений, мечи, копья, стрелы, косы, пилы, топоры и другие неизвестные мне орудия. Затрепетала бедная душа моя, увидев это. Святые же ангелы сказали смерти, что же медлишь, освободи эту душу от тела, освободи тихо и скоро, потому что за ней нет многих грехов. Повинуюсь этому приказанию, смерть подошла ко мне, взяла малый аскорт и прежде всего отсекла мне ноги, вот эти подробности анатомически очень точные. Потом руки, то есть коченеют оконечности, ноги, руки, затем постепенно другими орудиями отсекла прочие члены мои, отделяя состав от состава, и все тело мое омертвело. Затем взявшие теслу она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ее повернуть. В современном медицинском представлении о смерти смерть это гибель мозга, последняя это голова. Затем взявшие теслу, она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ею повернуть. После этого смерть сделала в чаше какое-то питье и поднесла к моим устам, насильно напоила меня. Питье это было так горько, что душа моя не могла этого вынести. Она содрогнулась и окончательно выскочила из тела, как бы насильно вырванная из него. Тогда светлые ангелы взяли ее себе на руки, я обернулась назад и увидела свое тело лежащим, бездушным, нечувственным и неподвижным, подобно тому, как если кто снимет с себя одежду и бросившись смотрит на нее, так и я глядела на свое тело, от которого освободилась и весьма удивлялась этому. Один из знакомых мне врачей, он очень внимательно прочитал описание смерти в сказании Феодоры и обратил внимание на то, как точно описывается сам процесс умирания. Прежде всего отсекла мне ноги, потом руки, затем прочие члены мои, отделяя состав от состава и все тело мое омертвело, отсекла мне голову. И действительно, когда человек умирает, сначала холодеют ноги, руки, внутренние органы, прекращается циркуляция крови и наступает смерть, отсекла мне голову, смерть мозга. В свое время это очень известный случай граф Лев Николаевич Толстой написал повесть «Смерть Ивана Ильича». В этой повести он описывает агонию умирающего судейского чиновника Ивана Ильича, который очень хотел, чтобы кто-то держал его за ноги в момент смертной агонии. он чувствовал, что он как бы теряет прежде всего ноги, чтобы кто-то крепкий, здоровый, сильный держал его за ноги. И вот когда русский поэт Фет прочитал это, он написал письмо графу Толстому «Откуда вы взяли, милейший, что умирающий человек очень беспокоится за свои ноги?» Я не помню, что граф Толстой ему ответил, но потом было еще одно письмо. Когда сам Фет был близок к смерти, он свидетельствовал о том, что все правда, он очень хочет, чтобы кто-то держал его за ноги. У него было такое же ощущение, что он их теряет прежде всего, при этом холодеют руки. Слова, прочитанное нами, я обернулась назад и увидела свое тело лежащим бездушным, нечувственным и недвижимым, подобно тому, как если кто снимет с себя одежду и бросившись смотрит на нее, так и я глядела на свое тело, от которого освободилась и весьма удивлялась этому. Многие пережившие так называемую клиническую смерть, подобно Блаженной Феодоре видели свое тело со стороны, об этом собрано десятки тысяч свидетельств. Эти свидетельства это свидетельства людей разных вер, разной национальности, пола, возраста, разного отношения к религии. Поразительно, что, расходясь в деталях, они, в общем-то, одинаково описывают опыт умирания, отделение души от тела. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, говорит, «Надобно основательно размышлять о том, сколько страшен будет для нас час смертный, какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи, тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее, тогда они представляют ей на вид те грехи, которым расположили ее, чтобы свою сообщницу увлечь на мучение. Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в них отыскивают свое, если в чем успели. Среди людей был только один, кто прежде страдания своего безбоязненно говорил, уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Здесь святитель Григорий Великий делает отсылку к словам Христа из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Итак, мы с вами уже определились, в этой жизни существование нашего тела поддерживает душа. Когда она выходит из тела, тело умирает, сказано, тело без духа мертво. Это послание Якова, 2 глава, 26 стих. Вне тела, как мы уже говорили, душа не имеет полноты бытия, но в будущем, когда воскреснет тело и душа вернется в него, то уже воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. Читаем. Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Первое Фессалоникийцам, пятая глава, 23 стих. Если кто-то читал произведение Данте, «Ад», там описывается встреча Данте с Вергилием, и Данте пытается приветствовать его как человека, «Но умерший человек, точнее, его душа сообщает «Не человек я, был я им». Полнота человеческого бытия — это дух, душа и тело. И хотя смерть полагает предел нашему временному существованию, промыслительным образом она является началом блаженной вечности. Как учил блаженный Августин, Бог никогда не допустил бы никакого зла, в том числе и смерть, если бы не имел намерения и само зло обратить в добро. И если цельный человек — это душа и тело, если душу мы можем спасти только в этой земной жизни, то спасение тела во всей полноте, во всей целости, без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. День спасения тела — это день воскресения тела в пришествии нашего Господа. Таким образом, человек действительно рождается для смерти, а умирает для жизни. Итак, сегодня мы провели еще одну беседу о мытарствах. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим этот цикл. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...